Субтитры делал DimaTorzok Да, это у нас сегодня последняя, двенадцатая серия, в которой мы благополучно допройдём мини-игры. Так, ну давайте уже начинаем. Начнём, конечно же, с дзенсада. Польём наши замечательные растения, наши ромашки, перчик, минку и карахострел. Так, как-то я быстро всех так один раз полил. Теперь надо ждать, пока они захотят опять. Так, хорошо. Поливаем ещё раз, собираем монетки. Монетки это тоже очень важно. На самом деле, в реальности это очень непонятно, если в реальности представлять, как ты их поливаешь, а они тебе за это деньги каким-то образом дают. Но в игре это выглядит очень даже прикольно. Так, тем временем мы полили их ещё два раза, и по идее третий будет финальный. Насколько я помню. Ну я, конечно, не особо разобрал механику. Так, ну вот некоторые уже попросили итоговый. Ну то есть, вот. Так, тебе спрей, тебе фонограф, тебе удобрение, расти большой. Так. Ой, блин. Эх, в пустую высыпал удобрение. Эх, жалость-то какая. Ладно. Так, грохострельчик у нас тоже попросил спрей, который, кстати, теперь кончился. Мда. Так, ну и давай, Минка, тебя ждём. Так, хорошо. Тоже попросил удобрение, хоть я её и удобрил случайно. Так, ну давайте я сразу же прикуплю заранее ещё немного удобрения. Ну а мы с вами отправляемся в последние две мини-игры. И это у нас Прыг-Вечеринка и Месть Доктора Зомбоса. Да, сегодня нам снова предстоит сразиться с самим Доктором Эгдаром Зомбосом. Но для начала нам нужно пройти Прыг-Вечеринку. То есть, сразиться с зомби-попрыгунчиками. Ну что ж, я уже к этому разработал стратегию. То есть, мы берём здесь так-так, магнит берём. И самое главное здесь это высокий орех. Так, и всё. И вот таким вот я примерно набором всегда и проходил. То есть, сначала кабачок, потом высокие орехи, потом магниты. Здесь нам тоже, как и удача на Бобслее, дадут немножечко побольше времени на развитие. То есть, успеем поставить больше подсолнухов. И это очень хорошо. Ну и если что, ещё на всякий случай у нас есть и чистильщики крыши. Если что, они нас спасут. Так, ладно. Пока что мы просто рассаживаем подсолнухи. Самое обычное начало. И первому мы дадим кабачок наш любимый. Который у меня переведён в баклажан. Так, мы уже ставим второй ряд подсолнухов. Просто замечательно. И сейчас у нас первый пойдёт. И вообще, нужно ещё сразу же расставлять надо было горшки. Потому что горшки тут некогда будет расставлять. А трёх тут никак не хватит. Так, я надеюсь, не зря это сделал. Так, хорошо. Всё, замечательно. А то у меня было пару случаев, когда просто через них перепрыгивал зомби-попрыгунчик. А баклажан оставался... Ой, то есть... То есть кабачок оставался в том месте. То есть он перепрыгивал через кабачок. Так, ладно. Что с тобой делать, не знаю. Тебе сейчас поставим зернопульту. Потому что больше нечего особо. Вот, кстати, что я говорил о горшках. Пришлось так близко стенку поставить. Ну ладно. Так, ещё один. Ну тебе кабачок. Я ещё здесь, помнится, перец брал. А вот сегодня я его чё-то не взял. Ну ладно, ничего страшного. Я бы меня с него арбуз взял. Потому что арбуз сильный. И под конец будем ставить арбуз. Ведь у этого уровня целых три волны. Так, ну поставим тогда здесь вот так и вот так. Так, вот так. Проходим. И продолжаем расставлять горшки. Потому что горшки нужно все орехи сдвинуть как можно ближе. Чтобы было место для зернопульта и всего остального. Ну и магнитов, собственно. Поэтому расставляем кругом горшки. Так, ещё один. Кому предстоит с кабачком сразиться. Да, здравствует кабачок. Ура! Да, кстати, через минки он вроде перепрыгивает. Так, можно потихоньку уже магниты ставить. Но я пока воздержусь. Сюда уже можно две зернопульты поставить. В принципе, место позволяет. Так, здесь мы так сделаем. Всё-таки высокие орехи очень здоровская вещь. Они всем этим троим зомбям, ну то есть шестом с дельфином и попрыгунчику, не дают далеко пройти. Это очень удобно. Так, ладно. Продолжаем расставлять горшки. Ой, блин, не туда поставил. Ну ладно, ничего страшного. Выкапывать уже не будем. Так, потихоньку можно уже, как я сказал, начинать магнитики ставить куда-нибудь. Так, с горшок, ещё один, сюда стенку. Так, и вот нам сейчас этот магнит поможет, хоть я и стенку тоже поставил. Вот, то есть сюда мы тоже магнит поставим. Так, можно ещё одну зернопульту сюда, в принципе, поставить. Почему бы, собственно, и нет. Да, так интересно, такой фигурой выложились у нас орехи. Забавно. Ладно, так, продолжаем расставлять оборону. Не знаю, зачем я здесь беру сценарий, скорее просто привычки. Можно было бы без него как раз вышеупомянутый перец взять. Так, ну, к сожалению, с такого расстояния он магнит не может притянуть. К сожалению. Ладно. Да, вот такая вот многоступенчатость получилась. В принципе, можно сюда, на всякий случай, ещё один магнит посадить. Чисто на всякий случай. От него тут сильно большой пользы не будет, ну точнее, их два здесь. Так, ну и сюда мы сейчас тоже магнит посадим. А этот орех придётся выкопать. Потому что он здесь немножечко мешает. И, кстати, что это я не ставлю арбузу, правда. Уже первая волна, у меня ещё ни одного арбуза. Так, можно вот так вот сделать и не париться. Так, кто первый? Магнит первый, чем орех. Так, ну, давайте ещё поставим вот здесь орех. Тогда, в таком случае. Вот так. Так, ой, как бы сейчас этот магнит не съели. Ой. Съели магнит, очень жаль. Ладно, ничего страшного. Поставим здесь местный озер на пульту. Так, ну а магнит переставим сюда, в таком случае, поближе. Так, их тут двое, и они как-то быстро едят орех. Это мне не нравится. Ладно, так, ну этот орех мы тогда выкапываем. От него уже пользы как таковой нету. И тогда копим на первый арбуз. Потому что арбуз у нас аж 300 стоит. Так, 200, давайте, 4 солнышка надо ещё. Раз. Два. Три. И четыре. И мы ставим первый арбуз. Замечательно. И уже, кстати, можно даже выкапывать подсолнухи. Потому что вот у многих ютуберов таких профессиональных ПЛЗ, кто челленджи по первой ПЛЗ, там It's 4P вроде. Вот, ну, в общем, они часто играют по стратегии. Сначала заставляются более подсолнуховные. А потом постепенно их выкапывают. В принципе, достаточно действенная стратегия. Так, вот я ещё переместил орех вот здесь. То есть надо их все в эту сторону сдвинуть, всё. Так, тогда мы сюда вот тоже поставим арбуз в таком случае. Ну, думаю, ещё один магнит ставить не стоит. Как и ещё один арбуз. Поэтому поставим сюда зернопульту, когда мне дадут ещё одно солнце. Вот. Так, вот сверху у нас там достаточно всё плачевно. Но сейчас орех откатится, мы это исправим. Да. Стоит у нас уже два арбуза. Замечательно. Очень хорошо. И, наверное, поставим мы всё-таки ещё один магнит. Чтобы уж наверняка... Хотя, даже без магнитов я здесь с лёгкостью проходил одними орехами. Орехи эти тут прекрасны. Тут проходятся только орехами. Я, помню, сначала пытался только магнитами пройти. Но у меня, как бы, собственно, ничего не получалось. Я их ставить особо не успевал. Ну, вообще, это не такая сложная мига, как та же удача на вопслей. Так, ладно, теперь снова мы копим на арбуз. Так, надо всё-таки иногда проверять, нет ли каких-то эфиров. Хоть и сегодня у меня последний день обучения. Ура! Да, кстати, о дистанционном обучении, о конце, о радости, о оживлении канала основного. Будет у меня стрим. Получается... Получается, 27-го, что ли. Ну, короче, в среду будет у меня стрим. Будет он по Майнкрафту. И в видео, которое я буду записывать завтра и выложу в воскресенье. Собственно, там будет всё про этот стрим. Он будет по Майнкрафту, но будет голосование, что именно в Майнкрафте будем делать. В общем, вот. Так что, если вы досмотрели до этого момента, то теперь вы знаете про стрим. Да. Я думаю, мало кто смотрит лайт-о-вылес-плей до этого места. Ну, то есть... До... Сейчас запись идёт 11 с половиной почти минут. Да. Так, ещё у нас тут попрыгунчики. Так, у нас уже вторая волна прошла. Остаётся одна только финальная. Блин, арбузы тоже таким образом сложились. Как-то у меня всё сдвигается постепенно, сдвигается. Ну что ж, забавно. Так, можно ещё снизу последний арбуз поставить. Давайте ещё одно солнышко. И да, у нас в каждом ряду теперь есть арбуз. Ну и давайте уж для симметрии. Ну, хотя здесь всё равно всё несимметрично. Ну, чтобы всё было здорово, поставим ещё и магнит. Да. Точнее, я его уже поставил. Разбудем. Так, теперь нужно заменить вот этот покоцанный орех. А то он мне вообще не нравится здесь. Сейчас его проедят и всё. И какая у меня защита будет. Ну да, магниты очень много притягивают на самом деле. Но в принципе и орехи бы справились. Ну что ж, теперь нам остаётся всю третью волну только ждать. Пока они все пройдут, а наши растения отобьют. Мда. Да, наконец-то сегодня последний день дистанционного обучения. Всё, сегодня после пятого урока начинается свобода. Хе-хе. В какой-то степени. Ну, в общем, все мои планы на лето, так сказать. Ну и вообще на начало. Там, каникул. И вообще на всё лето будут в том видео, которое я запишу завтра. Ой, не ешь магнит. Не ешь магнит. Вредный. Ладно. Так, заменим мы вот этот орех тоже. Он тут не особо подходит. Поставим магнит другой в замену. Хоть он уже не нужен. Так, прошли мы прыг-вечеринку. И получаем заветный трофей и тысячу кристаллов. В предпоследний раз я говорю эту фразу, Когда я ещё скажу, неизвестно. Ну, а пока что у нас последняя мини-игра. Последняя в моём сейве, вот в этом сейве. И последняя в лайтовом летсплее. И это у нас месть доктора Эгдара Замбоса. Оу, да. Он снова собрал своего Замбота. И пришёл намстить за своё поражение. Итак, на старт, внимание, сажай. И мы снова проходим битву за Мбоссом. На самом деле она ничем не отличается от той, Которая нас ждала в конце приключения. Но, тем не менее, Придадим и ей торжественности тоже. Итак, пока что у нас всё нормально. Капусты и обычные зомби. Хотя, вот, одной капусты не хватает. Так, первый зомби с конусом пошёл. Можно было бы его сжечь. Но я, конечно же, не буду тратить драгоценные перцы. Так, вот этому зомби я поставил себе на пульту. Она сразу же атакует маслом. Так, этому зомби с конусом, если масла никто не даст. Ну ладно, тут уж двое, поэтому давайте уж всё-таки сожжём. И у нас, вот он, вот он, злобный доктор Эгдар Замбосс. Так, давайте его заморозим. Вот так вот. Ну, конечно, пока что мы ему очень мало урона наносим. Так, и сейчас нам понадобится ещё один ледогриб, Чтобы уничтожить его атаку. Итак, ну какую-то маленькую-маленькую капельку урона мы ему нанесли. Уже неплохо. Да, видимо, ноги у этого зомбота очень бронированные, А пульты не могут докинуть доверху. Да. Так, у нас первый зомби с ведром, и против него сражаются Две капусты пульта, и против второго тоже. Так, нужно куда-нибудь засунуть горшки. Ну, то есть поставить. Так, и что с вами делать-то? Если бы вишня подошла, думаю... Так, опять Замбосс. Так, давай-давай, Замбосс. Так, опустился. Всё, значит, тратим перцы. Так, вот так. И морозим теперь. Так, он у нас приготовился ледяной шарик давать. Так, ну, перцем мы ему много урона нанесли. Перцы всё-таки достаточно много урона наносят. Так, давай, заморозься. Нет, не успел. Эх, какая жалость. Ну ладно. Так, не ешь арбуз. Арбуз, давай! Молодец. Так, у нас тут зомби-попрыгунчик, но он, в принципе, нам не особо помеха. Тут стоит арбуз. Так, зомби с дверью, но тут он вообще бесполезен. Так, попрыгунчик-катабелия с дверью тоже сейчас не будет. Ой, катапульта уже так быстро, даже странно как-то. Так, поставим здесь капусту. Ещё одну. Ой, уже гарганчуа. Что это, как быстро? Видимо, у меня есть Доктор Замбосса всё-таки сложнее, чем просто битва с ним. Так, ладно, всех заморозим, потому что мне нужен второй перец. А лучше третий. Потому что здесь гарганчуа. Так, который мне совершенно не нравится. Так. Так, вот так, хорошо. Так, есть два перца, замечательно. Тогда вот так делаем, и вот так, и вот так. Да, теперь мы Доктору Замбоссу достаточно много урона наносим. И у нас уже шкала идёт, уже больше четверти, мне кажется. Ну, хотя, может, мне только кажется. Так, ладно, крадите, это не особо полезное растение, поэтому ладно. Хорошо не арбузы. Так. И одного, кстати, добили даже. Так, футболист, но мы с ним справимся. Запросто. Так, ну сюда куда-нибудь арбуз поставим, ладно. Хорошо, что он выпустил зомби на тарзанке, а не машину кинул. Он тоже так умеет. Так, опять Замбосс, привет. Давай немножечко похолодее. Так. Ну, какой шарик дашь? У меня готов для тебя набор перцев огромный. Ага, ты решил ледяной, как раз, чтобы я использовал все мои перцы. Во, сразу больше половины уже. Ну, чуть больше половины. И так, от него уже дым пошел. Вот это, да, вот это я даю. Да здравствуют перцы. Так, и сейчас машина будет. Да, как раз по моим двум арбузам. Ну, у меня есть еще три, поэтому... Поэтому не так уж сильно страшно. Так, вот это я зря на самом деле сделал, потому что теперь, если будет зомби на катапульсе... Ой, кстати, одни... Одни капусты. Прикольно. Так, гаргантюа, нужно его обезвредить. Бах-бах, все. И так, мне на секунду пришлось тут прерваться. Так, у нас тут идет зомбония с зомби с катком. Два зомби с катком. О, ужас. Так, надо их сжечь, хотя уже один и так естественным образом был добит. Так, сюда хоть капусту поставим. Так. Извинят и сдают эти свои звуки этими коробками. Так, ну давай уже, зомбосс, спускайся. Ах ты ж, раздавил мой горшок. Ах ты был вот противный-то. Так, ладно, зомби с шестом. Ладно, так, у нас тут зомбосс. Привет. Получай, сразу перец в рожу. Так. Давайте всю оборону сюда. Так. Так, у нас тут ледяной шарик будет. Так. Ну я поставлю все перцы по-быстрому. Так, заморозим тоже. Уже совсем немножечко у него здоровья осталось. Мы уже почти все отняли. Замечательно. Так, оборону постепенно машины расставленную восстанавливаем. Так, ну на этот раз ты на арбуз напал. Это зря ты сделал, но ладно. Ладно, придется потерпеть. Так, здесь у нас опять зомби с шестом. И опять гаргантюа. Да что ж такое-то? Ладно, используем драгоценные перцы против гаргантюа. Вот так вот. Кстати, мне показалось, что этот зомби с лестницей и чертенок на гаргантюа. Ладно, так. И опять. Привет, зомбос. Получай мою арбузную мощь. Вот, понимаете. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь арбузов. Все, вот прям у него на глазах уменьшается здоровье. Так, вот еще перец. Заморозен твой шар противный. И тебя вместе с ним. Вот еще тебе сколько арбузов. Уже вон, что с тобой происходит. Еще вот вся оборона, которая есть только. Вот сколько у меня растений против тебя, доктор зомбос. И не надо давить мои горшки. Э, за что? Три арбуза опять, за что? Ух, злой. Вот сейчас ты мне только опустись. Я тебя разломаю уже окончательно. Так, ладно, поэтому используем перец, потому что здесь нет ни арбуза, ничего. Так. Ой-ой-ой, это здесь не очень хорошо. Так, давай арбуз. Молодец. Арбуз справился. Еще один гарганчо. Да что ж такое, как вы расплодились-то? Так. Не надо мне здесь бесенка. Хорошо. Так. Коток. Тоже перец спасет. Ну здесь прыгай. Тебя мы и так добьем. Так. Ладно, тут две капусты всего лишь. Ой, еще один зомбон. Да что ж такое-то? Давай уже спускайся, трус, давай. Ну спускайся, ну что ты медлишь-то? Я уже замучился арбузы ставить. Так, есть. А ну давай. Давай разберемся. Чьи перцы сильнее. И... Чё? Как тебе мои арбузы? Всё, прочность кончилась. Ва-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Чё, белый флаг показываешь? И правильно. А мы получаем заветный трофей и тысячу кристаллов. Последнюю в этом сезоне лайтового летсплея во время дистанционного обучения. По первой ПЛЗ в стиле сделано на коленке. Оу да, мы с вами прошли все мини-игры. Наконец-то. Ну конечно кроме секретных, но секретные не считаются. К тому же, ну когда-нибудь по ним тоже вероятно будет видео. Наши маленькие растения пока еще пить не хотят. Запись идет уже не 30, а 21 минуту. Но тем не менее. С вами был я, Цитрус0974. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В общем, всем счастья и всем пока. Это была последняя серия лайтового летсплея. А сегодня последний день дистанционного обучения. Ура, наконец-то, свобода.